Стартапы, которые съели миллионы долларов Случается так, что крупные инвестиции в перспективные, казалось бы, проекты не приносят обещанных результатов. Представляем подборку стартапов, в которые было вложено миллионы долларов, однако закончились они оглушительными провалами. Открывает список сервис Blippi. Данный сервис позволяет пользователям рассказать другим о своих покупках по банковским картам. В проект было инвестировано 13 миллионов долларов. Однако он был закрыт, так как оказалось, что покупки в этой системе пользователям не настолько интересно, как ожидалось. Кроме того, люди не спешили доверять данному порталу пароли от своих пластиковых карт. Смартфон российской компании Yota Devices был выпущен в декабре 2013 года. Разработчики оснастили аппарат двумя экранами, которые функционируют независимо друг от друга. Первый экран — традиционные ЖКИ, а второй — дисплей по технологии электронных чернил, который применяется в гаджетах, предназначенных в основном для чтения. В декабре 2014 года была выпущена вторая версия гаджета — Yota Phone 2. В проект вложили 50 миллионов долларов инвестиций. За первый месяц в рознице было продано всего 600 экземпляров. Хотя этот смартфон еще можно найти, однако существующие мизерные объемы продаж никакой радости инвесторам, мягко говоря, не доставляют. Это маркетинговый провал. Реклама гаджета первыми лицами государства тоже не помогла улучшить катастрофическое положение с продажами. Четвертое место занимает национальный поисковик «Спутник». Компания «Ростелеком» создала новую российскую национальную поисковую систему и интернет-портал. Запуск сервиса состоялся 22 мая 2014 года. На разработку проекта было потрачено около 60 миллионов долларов. В первые дни запуска системы примерное количество воспользовавшихся поиском «Спутника» составило около 5 миллионов человек. Но всего за три месяца к сентябрю 2014 года аудитория уменьшилась до мизерных для масштабов России 16 тысяч человек в день. Если верить статистическим данным Лайв Интернета, теперь в месяц на этот сайт заходят менее тысячи человек в день. Напомним, что поисковиком «Яндекс» пользуются 2 миллиона человек ежедневно. На третьем месте автомобильная компания «Маруся Моторс». Эта российская компания занималась производством спортивных автомобилей под маркой «Маруся». Компания была основана в 2007 году российским актером, шоуменом и автогонщиком Николаем Фоменко совместно с предпринимателем Ефимом Мостровским. В апреле 2014 года компания объявила себя банкротом и все ее имущество было распродано. В этот проект было вложено 100 миллионов евро. К сожалению, концепт, который был разработан командой «Маруся», оказался нежизнеспособным. И запустить автомобиль в серию так и не удалось. Этот проект отечественного суперкара был не единственным. В феврале 2014 года правительство России объявило, что выделят почти 4 миллиарда рублей на создание автомобиля для первых лиц государства. в рамках проекта «Кортеж». Эти деньги планировалось потратить в 2014-2016 годах. Однако разработки этого «Кортежа» также потерпели неудачу. Понятно, что конкурировать с лимузинами мировых лидеров крайне сложно. Второе место нашего списка занимает двухколесный транспорт «Сегвей». В данное устройство было вложено 125 миллионов долларов. По задумке разработчиков «Сегвей» должен был стать экологичной заменой автомобилей, что привело бы к изменению транспортной системы в целом. Несмотря на самые передовые технологии, специально разработанные для «Сегвея», он оказался чем-то средним между автомобилем и пешеходной прогулкой. Однако на протяжении многих лет именно с этой задачей вполне справляется обычный велосипед. В итоге «Сегвей» стал не основным средством передвижения людей, как предполагалось, а своеобразной экзотикой. Его можно взять на прокат практически в каждом парке отдыха. 27 сентября 2010 года 62-летний миллионер Джимми Хесселден, владелец компании «Сегвей», лишился жизни во время прогулки как раз на собственном детище. Мужчина не справился с управлением и сорвался с обрыва в реку, что и стало финальной точкой этого неудачного проекта. Ну а победителем в нашей гонке самых провальных стартапов стал «Емобиль», благополучно забытый всеми российский проект автомобиля с гибридным двигателем. Промышленное производство машин было запланировано на начало 2015 года. При этом стоимость машины для конечного пользователя разработчики обещали удержать на приемлемом уровне. В проект было инвестировано более 250 миллионов евро. Но выпустить удалось всего четыре экземпляра этого авто, один из которых был подарен Владимиру Жириновскому. Выпущенная модель Crossback EV имела трехдверный кузов с довольно интересным внешним видом. Силовая установка была не гибридной, а чисто электрической. Но несмотря на внешнюю привлекательность машины, ее очевидную экологичность и относительно доступную стоимость для покупателей, 7 апреля 2014 года проект был официально закрыт как бесперспективный. И, вот еще один из. И, вот еще один из. И, вот еще один из. И, вот еще раз прочесть. И, вот еще один из.